Класс жгутиконосцев объединяет животных органоидами движения, которых служат жгутики один или несколько. Представители этого класса широко распространены в природе. К нему относятся многочисленные свободно живущие морские и пресноводные, а также паразитические организмы. Размеры и форма тела жгутиконосцев довольно разнообразны. Оно часто бывает яйцевидным, цилиндрическим, веретиновидным или шаровидным. Цитоплазма жгутиконосцев делится на экто- и эндоплазму. В теле жгутиконосцев откладываются разного рода резервные питательные вещества. Это могут быть капельки жироподобных веществ, разбросанные в цитоплазме, включение полисахарида гликогена, а у окрашенных растительных жгутиконосцев зерна крахмала или, как у эвглен, близкого к нему углевода парамила. Осморегуляторная и отчасти выделительная функции выполняются у жгутиконосцев, как и у саркодовых, с сократительными вакуолями, которые имеются у свободно живущих пресноводных форм и отсутствуют у большинства морских и у всех паразитических видов. Клеточное ядро в большинстве случаев присутствует у жгутиконосцев в единственном числе, но существуют также двухъядерные, лямблия и многоядерные виды, причем иногда число ядер может достигать сотни и более. От переднего полюса тела берут начало жгутики. Если их много, они могут покрывать все тело простейшего, например, в отряде аполина, напоминая тем самым инфузорий. Длина жгутиков варьирует в широких пределах, от немногих до нескольких десятков микрометров. У некоторых жгутиконосцев, род трихоносома и трепоносома, жгутик проходит вдоль тела и соединяется с последним при помощи тонкой цитоплазматической перепонки. Таким образом формируется ундулирующая мембрана, которая волнообразными колебаниями вызывает поступательное движение простейшего. Механизм работы жгутиков различен, но в основе это винтообразное движение. Простейшее как бы ввинчивается в окружающую среду. Жгутик совершает от 10 до 40 оборотов в секунду. Ультраструктура жгутиков очень сложна и обнаруживает поразительное постоянство во всем животном и растительном мире. Все жгутики и реснички животных и растений построены по единому плану. Эвглена зеленая наиболее распространенный представитель этого класса. Живет в пресных водоемах, плавает с помощью единственного жгутика, расположенного на переднем конце тела. Тело эвглены веретиновидное, покрыто плотной оболочкой. У основания жгутика находится ярко-красный светочувствительный глазок – стигма. Эвглена всегда плывет к освещенной части водоема, где условия для фотосинтеза наиболее благоприятны. И пульсирующая вакуоль, которая отвечает за дыхание и выделение, так же как и у амебы. Через нее из организма удаляется избыток воды. На противоположном конце ее располагается крупное ядро, контролирующее все жизненные процессы организма. В цитоплазме эвглены имеются хлоропласты – более 20, содержащие хлорофилл, который придает ей зеленую окраску и обуславливает способность к фотосинтезу. Поэтому на свету она питается как типичное растение, то есть автотрофно. При наступлении темноты питается жидкой органической пищей как животное, то есть становится гетеротрофным организмом. Благодаря этой способности питания эвглена как бы совмещает в себе признаки растения и животного. В цитоплазме скапливаются мелкие зернышки запасного питательного вещества, близкого по составу к крахмалу и расходуемого при голодании. При выращивании эвглены в темноте ее хлоропласты не делятся, в то время как сами одноклеточные продолжают делиться. В результате этого процесса появляются эвглены, не имеющие хлоропластов. У таких эвглен новые хлоропласты не образуются. Бесполое размножение начинается с деления ядра путем метоза и заканчивается продольным делением всего тела простейшего. Старый жгутик отходит к одной из дочерних клеток, либо исчезает. В этом случае в обеих дочерних клетках жгутики образуются заново. При неблагоприятных условиях эвглена образует цисту, при этом жгутик отпадает, а тело эвглены округляется, покрываясь плотной защитной оболочкой. В таком состоянии эвглена проводит зиму или переносит высыхание водоема, в котором живет. Среди паразитических кинетопластид особое внимание заслуживают кровяные паразиты многих позвоночных – трипаносомы. Это относительно небольшие жгутиконосцы длиной от 20 до 70 микрометров с лентовидным сплющенным телом, заостренным на обоих концах, одним жгутом сундулирующей мембраной. Трипаносомы живут в крови позвоночных, причем передатчиком их служат различные кровососущие беспозвоночные. Трипаносома родезиенс вызывает в тропической Африке сонную болезнь человека. Из Западной Африки она постепенно распространилась на восток, на всю экваториальную Африку, погубив за первые три десятилетия 20 века свыше миллиона человек. Начиная с малозаметной лихорадкой, сонная болезнь постепенно приводит к глубокому истощению и сопровождается сонливостью. При отсутствии лечения она всегда оканчивается смертью. В крови больного человека лимфатических железах, а позднее и в спинномозговой жидкости, можно обнаружить подвижных трепаносом. Природным резервуаром трепаносом служат, по-видимому, антилопы, которые не страдают от присутствия в их организме этих жгутиконосцев. Переносчики трепаносом – кровососущие мухи ЦЦ. Муха вместе с кровью больного поглощает трепаносом. Последние размножаются в кишечнике мухи и проникают в ее хоботок. Уколом зараженной мухи трепаносомы могут быть переданы в кровь здорового человека. Род трепаносом интересен наличием механизма защиты от иммунной системы жертвы. Попавшие в организм трепаносомы разрывают свою ДНК и перетасовывают те участки, которые отвечают за синтез поверхностных гликопротеинов. В результате находящиеся на поверхности мембраны гликопротеины сменяются на другие и иммунная система не может распознать паразитов, что дает им больше времени для размножения. Размножаются трепаносомы делением надвое, хотя есть сведения о генетическом обмене между трофозоидами. В настоящее время для лечения трепаносомозов, заболеваний, возбудителями которых являются трепаносомы, успешно используется ряд лекарственных препаратов. Родственные трепаносомом лейшмании представляют собой жгутиконосцев, которые в организме человека являются внутриклеточными паразитами. При этом жгутиковый аппарат их частично редуцирован. Паразит имеет вид маленькой округлой клетки 2-4 микрометра с ядром и кинетопластом, но без жгута. Переносчиками служат мелкие кровососущие насекомые, москиты, вид родов леботомус. В кишечнике москита, так же как и при культивировании на искусственных средах, у паразита появляется жгут. В отличие от трепаносом, ундулирующая перепонка отсутствует. Представители отряда Аполина – это крупные, обычно многоядерные, редко двухядерные паразитические простейшие, живущие в заднем отделе кишечника различных амфибий. Аполины лишены рта и питаются сопрофитно. Большую роль в этом процессе играет пиноцитоз. Тело Аполин покрыто большим количеством жгутиков, равномерно распределенных по всей поверхности. Жизненный цикл Аполин поразительно соответствует жизненному циклу хозяев – амфибий. Половой процесс у них происходит раз в году и совпадает с временем размножения хозяина, уходящего для этого в воду. В этот момент в лягушках образуются мелкие цисты Аполин, попадающие в воду. Они заглатываются головастиками, в кишечнике которых вышедшие из цист Аполины путем ряда делений дают начало одноядерным микро- и макрогометам. В результате копуляции формируется зигота, в дальнейшем развивающаяся многоядерную вегетативную форму Аполин. Последние размножаются только путем деления.